Если ты живешь в селе, то рано или поздно придешь к выводу, что главная кормилица все же, как ни крути, земля-матушка. Пусть она не балует, но и голодным человека трудолюбивого не оставит. Ранним утром, когда в окна едва пробивается свет, когда скупой осенилучек солнца скользит по лицам домочадцев, Муслиман Салиев уже спешит на ферму. И так изо дня в день, год за годом начинается его трудовой день, а заканчивается далеко за полночь. Оно и понятно, ведь хозяйство-то большое. Муслиман Салиев долгое время занимался овцеводством и по сей день продолжает это дело. Ранее в своих сюжетах мы рассказывали об этом человеке, о его деятельности. Тогда еще в интервью он поделился с нашей съемочной группой о своих планах. Фермер хотел расширить свое хозяйство и увеличить поголовье крупного рогатого скота. И вот сегодня, приехав на ферму, мы воочию убедились, насколько человек предан своему делу. Первое время занимались бычками, но бычков мало в сарай помещалось. Потом мы сделали летний баз, ну как баз открытый, чтобы они свободные, выгульные. Ну весь мир как кормит сейчас. И которые поменьше привязали. Ну когда поменьше, то привязали. Порода зиментал и казахская белоголовая из Волгоградской области привезли, потому что здесь в округе мы не смогли найти, потому что какие-то болезни там и так далее и тому подобное. Анализы все сделали, они вот сейчас уже все адаптировались, спокойные, все хорошее. Труд животновода во все времена был нелегким. Чтобы добиться высоких показателей в выращивании овец и КРС, нужно приложить максимум усилий. Задача специалиста, который работает в сельском хозяйстве, а именно животновода, вырастить поголовье, отвечающее всем требованиям и стандартам породы. На ферме, где хозяйствует животновод, чисто. Все на своих местах, навоз убран. Имеется вся необходимая техника для заготовки кормов. Последнему хозяину уделяет самое пристальное внимание. Из грубых кормов мы даем сено, солому в измельченном виде, и плюс кукуруза. Ну, после уборки, что осталось, кукуруза, все измельчается, в измельченном виде даем. Днем в неизмельченном виде, в открытом базу, в кормушках раскладывается. Кто хочет, пришел, поел и так далее. И комбикорм даем, исходя из каждой головы. Сейчас, ну, как, мы не можем сейчас их взвесить, там сколько. А вот, ну, примерно где-то в сутки два килограмма на голову. У нас не измельченные, плющенные комбикорм. Плющенные только даем. Здесь у нас плющилка находится. Рабочих рук на ферме хватает, говорит Муслим. Для них создаются комфортные условия работы. Мы создаем условия, чтобы человек не в ботах ходил, не в галожи шел. Вот там он все, корм раздал. Дождь, снег не волнует, он раздал. Скотина. Там еще внутри есть кормушка, допустим, когда непогода, чтобы у них они не под открытым дождем, под открытым это. А чтобы внутри, значит, раздавали, чтобы каждый бычок, каждая голова, чтобы хватало. Чтобы они не бились и так далее, и тому подобное. Покушали, они зашли отдыхать, захотели, вышли сюда. Погода вот когда хорошая, вышли, они покушали. А тут мы видим, вы еще какие-то работы проводите? Работы проводим, чтобы вот здесь мы как посмотрели, вот дожди чуть-чуть были, чтобы, который работает, чтобы у него условия были, чтобы он ходил аккуратно, раз, подмел, чтобы чисто аккуратно все было. Следует отметить, что фермер в этом году получил грант в размере 3 миллиона рублей, которые в дальнейшем планируют освоить. Пожелаем Муслиму Анцалееву успехов и удачи в этой нелегкой работе.